МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА США работают над законопроектом, который позволит разместить войска в Ливии. США заключили контракт на работы на авиабазе Инжерлик на срок до конца 2024 года. Озоновый слой оказался серьезно поврежден. Американский университет Армении и Пексарт создают лабораторию искусственного разума. Граждане, особенно дети, используют этот природный источник в качестве бассейна, чтобы освежиться в летнюю жару. Они хотят, чтобы природный ресурс был взят под государственный контроль и превращен в туристическую зону. В последнее время в водах Анзели начали появляться различные виды рыб. В районе Тигрнакерта много природных источников. 200 лет назад в водах Анзели была рыба, которая лечила болезнь. Затем он был закрыт и использовался для пожаротушения. По мнению властей, это очень целебная питьевая вода, богатая минеральными веществами. Сегодня столетие расправы над армянами в Агулисе. 100 лет назад, 24-25 декабря 1919 года, мирное армянское население подвергалось массовой бойне, и древнее армянское поселение Нахачавана оказалось разрушенным. Власти Азербайджана, окончательно опустошив Нахачавань, провели систематическое и массовое уничтожение армянского культурного наследия. В результате тысячи христианских памятников были полностью разрушены. Все это останется в мировой истории, как непревзойденное проявление культурных злодеяний. Примечательно, что правительство Первой Республики Армении в ответ на эти погромы обратилось к международному сообществу, в частности, к Антанте, с призывом предотвратить насилие над своей территорией и обеспечить безопасность армян в регионе. Культура вина развивается с каждым днем, и все более популярным во всем мире становится органическое виноделие. Почему органическое? Потому что оно, в отличие от традиционного виноделия, производится из винограда, не обработанного химикатами. То есть сначала нужно наладить органическое виноградарство, и лишь затем из полученного сырья делать органическое вино. В разных странах мира, в частности в Германии, Швейцарии и США, достаточно велик спрос на органическое вино, поскольку оно, будучи изготовленным из органического сырья, полезно для здоровья и, будучи алкоголем, не содержит ничего угрожающего здоровью. В общине Арени и Вайодзорской области уже три года занимаются органическим виноградарством. И в этом году Армения выпустила свои первые органические вина символическими названиями 6100 и «Перекресток». Название вина 6100, получаемого из винограда сорта черной Арени, символизирует возраст виноделия Армении. Директор фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян в беседе с АА заметила, что спрос на органическое вино довольно велик и на внутреннем рынке, хотя они выпустили несколько тысяч бутылок, но не смогут экспортировать вино в большом количестве. Турция может потребоваться законопроект, который позволил бы разместить войска в Ливии, и парламент страны работает над этим вопросом. Об этом заявил председатель-президент Турции Ибрагим Калина, передает Реутерс. Выступая в Анкаре после заседания кабинета министров Калин, добавив, что Турция продолжит оказывать необходимую поддержку правительству Фаеза Аль-Сараджа в Триполе, Турция уже отправила вооружение правительству Сираджа, несмотря на эмбарго ООН на поставку оружия. Министерство обороны США заключило с рядом турецких компаний контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджерлиг провинции Адана, Турция, на срок до конца 2024 года и общую сумму в 95 миллионов долларов. Как передает Армен Пресс, об этом сообщила пресс-служба Пентагона. На авиабазе Инджерлиг в настоящее время развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США. Президент Турции Тайп Эрдоган ранее заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджерлиг для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных системы С-400. Ученые Литского университета в Великобритании выяснили, что недавнее повышение концентрации в атмосфере трихлорфторметана серьезно повредит восстановлению озонового слоя. В районе антарктической озоновой дыры на десятилетие передает лента со ссылкой на пис.орг. Исследователи воспользовались детальной моделью переноса химических веществ в атмосфере, чтобы определить влияние выбросов на озоновый слой производства ХФУ-11, ограничено Монреальским протоколом 1987 года. И ожидается, что во второй половине 21 века уровень озона в Антарктике вернется к значениям 1980 года. Однако в 2018 году было зафиксировано увеличение концентрации ХФУ в атмосфере, связанной, вероятно, с выбросами от неизвестного производства в Китае. Американский университет Армении, AUA и PIXART совместно работают над созданием исследовательской лаборатории по искусственному интеллекту, которая создает рабочие места для преподавателей и студентов для проведения инновационных исследований в области машинного обучения и компьютерного представления. Как сообщили Армен Пресс, в американском университете AUA и PIXART работают вместе над созданием новой модели, которая будет способствовать развитию науки и исследований и повышению академической и профессиональной компетентности в области искусственного интеллекта путем объединения результатов науки и исследований с промышленностью. Искусственный интеллект быстро развивается во всем мире, и я думаю, что пришло время развивать его и в Армении. Нам очень приятно работать вместе с PIXART над созданием лаборатории искусственного интеллекта, которая представит широкий спектр возможностей для исследований в этой области. Надеюсь, эта инициатива продвинет нас вперед в этой области и удивит другие страны, сказал президент AUA Карин Маркидес. На начальном этапе лаборатории искусственного интеллекта представят работу двум преподавателям Американского университета, ведущим исследователям, а также 15 студентам бакалавриата в области компьютерных наук и наук о данных. Преподаватели AUA и специалисты по машинному обучению PIXART начнут курс обучения в январе 2020 года. После шестинедельного курса лучшим студентам будет предложена работа в лаборатории искусственного интеллекта. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Дуна Энгелхен. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!